Итак, ребят, всем привет! В этом видео мы с вами поговорим про обход Apple ID на смартфонах компании Apple. Многие думают, что это невозможно. На самом деле это все возможно, но есть свои минусы. Какие минусы есть, сейчас я вам расскажу. Ну и, собственно, вы увидите, как проходит весь этот процесс. Ну что ж, давайте начнем. Значит, мы с вами переходим к компьютеру. На компьютере мы запускаем с вами программу PassFab Activation Unlocker. Запускаем. Программа очень простая. При включении сразу видно два окошка. В первом снять блокировку и активацию iCloud. В втором это отключить найти iPhone. Здесь также есть три полоски. Если мы зайдем сюда, здесь можно поменять язык, сменить аккаунт, который регистрируется в этом приложении. Купить можно полную версию этой программы, проверить наличие обновления, журнал, помощь, руководство, обратная связь и так далее. То есть, по идее, там ничего интересного нет. Все, что нас интересует, это вот снять блокировку и активацию iCloud. Значит, нажимаем сюда. Здесь нас информируют о том, что... В каких случаях нужно это делать. Забыли пароль на Play.id. Не удалось активировать iPhone. Вы можете использовать этот инструмент для быстрой и легкой снятия активации Apple. Значит, есть меры предосторожности, такие как снятие, блокировка и активация приведет к jailbreak вашего устройства. Также при использовании функции подключите к компьютеру только одно устройство. То есть, если у вас несколько смартфонов подключено к компьютеру, то отключите. Оставьте только тот iPhone, на котором нужно удалить iCloud. Здесь, смотрите, написаны минусы, о которых я вам рассказывал в начале видео. То есть, наш телефон будет делать jailbreak. Именно благодаря этому мы сможем обойти iCloud. Какие минусы мы получим при обходе iCloud? Вот написано. После снятия, блокировки и активации iCloud, вы больше не сможете совершать и принимать звонки. Использовать сотовые данные для доступа в интернет. То есть, мобильный интернет у вас не будет работать. А также вы не сможете создавать и входить в новую учетную запись Apple ID. Для всех других целей вы можете использовать Wi-Fi. А также в третьем пункте написано, что этот инструмент предназначен только для отдельных пользователей, которые забыли свой Apple ID. Проблемы, вызванные любой другой организацией или группой, не подходят для решения этой проблемы через это приложение. Значит, этот инструмент в настоящее время поддерживает телефон от 5S до iPhone X. То есть, если у вас iPhone 11 или 12, то, увы, эта программа вам ничем не поможет. Ну и прошивка до iOS 14. Когда Jelly Break устройство для запуска среди будет использовано, нужно будет вставить флешку. Значит, надо вам иметь флешку. Обычную флешку для компьютера, которую нужно вставить в компьютер. После этого ставим галочку сюда и нажимаем далее. Нужно подключить, как я уже сказал ранее, iPhone к компьютеру. Вот видите, идет Jelly Break. Видите, написано, диск не найден. Надо вставить флешку в компьютер. Все, я вставил флешку. Видите, она сразу же определилась. Все отлично. Итак, здесь также нам написано, что инструмент для Jelly Break не может работать в системе Windows. Поэтому нам необходимо создать среду для Jelly Break на U-диске. Использовать среду Jelly Break, чтобы помочь вам делать Jelly Break устройство. Эта операция не повлияет на ваши данные на компьютере. А если вы уже делали это, то переходите к следующему шагу. Нажимаем начать. При установке инструмента для Jelly Break все данные с USB на компьютер будут удалены. Вы уверены, что хотите продолжить? Да, мы продолжаем. И создается Jelly Break на нашей флешке. Ждем пока создаться. Ну все, отлично. Среда Jelly Break успешно записана. Пожалуйста, следуйте инструкции, чтобы взломать свое устройство. Чтобы успешно выполнить Jelly Break, ознакомьтесь с руководством ниже, прежде чем приступать к работе. Для Jelly Break требуется перезагрузить компьютер. То есть нам нужно будет зайти в BIOS на нашем компьютере. Откуда, собственно, нужно будет выполнить некоторые манипуляции. Внимание! Перед началом Jelly Break убедитесь, что устройство имеет достаточную мощность, чтобы избежать сбоя от случайных действий во время Jelly Break. Убедитесь, что телефон подключен к компьютеру. Ну и когда уже Jelly Break будет завершен, вы можете снять активацию и найти iPhone через эту программу. Сейчас нужно сделать так, чтобы компьютер наш запустился с флешки. Вон той, на которой у нас стоит этот самый Jelly Break. Вот наша флешка. Вот Samsung Flash. Итак, наш телефон подключен к компьютеру. Выбираем USB Flash Drive. Понеслась. Посмотрим все, что будет. Инструкцию на всякий случай я открыл на компьютере. Так, вот здесь. Точнее, на телефоне я открыл. Чтобы видеть, что нужно делать. Итак, вот здесь, когда откроется такое окошко, вам нужно сделать вот по вот этой вот инструкции. Вот на сайте, видите, она открыта. Вот по ней все делаем. И у вас все получится. Ну а после того, как уже телефон Jelly Breakнулся и компьютер включился, мы с вами делаем и этот пункт, и этот пункт, и после этого наш телефон уже включится и будет работать как нульца, вы видите. Вот так вот. Но, опять же, есть свои минусы, которые я вам, конечно же, уже сказал. Поэтому думайте сами, решайте сами, стоит ли делать. Пишите в комментариях. Всем спасибо за внимание. Пока.